В новом учебном году могилёвских школьников ожидают нового введения. В школах с одной сменой уроки будут начинаться в 9.00, с двумя сменами в 8.30. В школах, где обучается более 1100 детей, звонок на первый урок будет обучать, как и раньше, в 8.15. В каждом учебном заведении будут работать дежурные группы. Обучение в старших классах станет более профориентированным. Обновятся 30 учебных пособий. Каждый житель Могилёва может получить электронный рецепт в поликлинике по месту жительства. Электронный рецепт – это пластиковая карточка с индивидуальным штрих-кодом, где зашифрованы инициалы пациента, паспортные данные и информация обо всех выписанных ему рецептах. Пластиковые карточки уже есть в наличии во всех поликлиниках Могилёва, в том числе детских. Их выдают сразу по запросу. Сканерами оборудованы все аптеки государственной сети. Могилёвский железнодорожный вокзал – самый чистый в стране. Белорусская железная дорога подвела итоги республиканского конкурса санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов за 2016 год. В нём принимали участие внеклассные вокзалы, а также вокзалы первого, второго и третьего классов. Лучшим среди вокзалов первого класса назван вокзал станции Могилёв. Учитывалось не только благоустройство, но и архитектурная выразительность зданий, оформление фасадов, оформление малыми архитектурными формами и качество услуг для пассажиров. Нет на свете человека, который бы никогда ничего не терял. И сейчас не о доброте души и чувстве юмора, а о более материальных вещах – сумки, кошельки, зонтики, солнечные очки или документы. Даже если вы забыли, вдруг в троллейбусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Все дороги ведут в бюро находок. Есть такие отделения и в автобусном парке Могилёва, и в троллейбусном. Часто ли забывают вас в салоне троллейбуса какие-то вещи? Ну, да, не то, чтобы часто, но иногда бывает. А что забывают? Ну, смотря по погоде, допустим, по паспурному погоду, часто зонты забывают. Так, в жаркую погоду, в бейсболке, ну, такое, по мелочи в основном. Ну, что, пакеты какие-нибудь там, школьники забывают часто. Летом – зонтики, зимой – перчатки и шарфики. Нерасторопным Машам-растеревшим приходится проявлять быстроту реакции и навыки ориентирования на местности. Как отыскать дорогую сердцу пропажу? Своё бюро находок есть и в автобусном парке. И если вы вдруг узнали свои вещи, обязательно обращайтесь в диспетчерскую. О, это же мои очки. Проще всего обнаружить хозяина потерянных документов. Паспорт услужливо сообщит фамилию и адрес рассеянного человека. К слову, этот документ вам пригодится, чтобы забрать то, что пока не кануло в лету. У нас есть инструкция разработана о порядке найденных вещей. И согласно этой инструкции, в случае обнаружения вещей мы составим акт обнаруженных вещей. В случае нахождения владельца составляются документы. То есть он пишет заявление, что он просит выдать эту вещь. И уже после чего мы установим шетоон, мы ему возвращаем. Социальный портрет теряльца обыкновенного составить сложно. Но самая забывчивая категория – это дети, которые иногда оставляют в общественном транспорте даже школьные рюкзаки. Могилевчан трудно отнести к категории забывчивых граждан. И расстройства по поводу крупных и мелких потерь они испытывают нечасто. И как часто вы находите вещи? Ну, раза в два месяца бывает. Зонтики, телефоны, что-нибудь такое. Кроме прозаичных находок в виде ключей, мобильных телефонов и сумок, есть и курьезное. Свадебный торт забывали люди. Ну, естественно, они нашли его в первый же час. Они приехали, его забрали и были довольно счастливы, что он в целости и в сохранности. Хранение забытых вещей в бюро находок автобусного и троллейбусного парка – бесплатное и бессрочное. А вот за возврат забытых в поезде вещей придется заплатить. Единовременно 2 рубля 30 копеек и за каждые сутки хранения еще 73 копейки. Как такового бюро находок нет, но в случае обнаружения забытых и найденных вещей на территории вокзала, в поездах, в случае обнаружения невостребованной ручной клади в камерах хранения, эти вещи передаются администрации вокзала, которая организует их хранение в комнате забытых и найденных вещей вокзала станции Могилев. Железнодорожные пропажи попадают в камеру хранения вокзала. Здесь каждую находку отправляют на временное проживание в ячейку для ручной клади. Через месяц потерянные элементы багажа отвозят в транспортное управление или на склад в Минске. Там отыскать личную собственность будет гораздо сложнее. А чтобы не искать, лучше всего не терять, особенно то, что потом трудно найти. Могилевские достопримечательности на обложке. С такими дневниками школьники пятых-одиннадцатых классов Могилева в этом учебном году сядут за парты. Мы спросили, о чем говорят горожане на этот счет. Нашим могилевчанам, как вам кажется, понравится? Я считаю, что это дневник патриота. Вполне интересный. Ложечка такая. Мне нравится. А вы помните, какой у вас был дневник? Нет, не помню. Ну, поделись мнением, пожалуйста, как оцениваете дизайн вот такой? Ну, мне нравится, потому что вот есть белорусские орнаменты, я так понимаю. До стреми... до сопримечательности города Могилева. То есть школьники уже как минимум будут знать их? Ну, конечно. Красиво, очень. Оригинально, интересно, светлый. Пятые, одиннадцатые классы будут учиться вот с такими дневниками. Чего бы хотелось пожелать? Я бы хотела пожелать, чтобы они ставили большие цели и достигали их обязательно. Чтобы не сдавались и учились очень хорошо и прилежно. Городская ратуша, драматический театр, художественный музей имени Масленникова, звездочет. Именно таким увидели дневник дизайнеры Могилевской областной типографии. Это их собственная разработка, которую рекомендовало Министерство образования Беларуси. Тираж в 25 тысяч экземпляров весь поступил в продажу. Идея создания дневника с видами города появилась у нас спонтанно. Просто хотели показать какие-то виды города нашего Могилева. Ну, потому что, наверное, вы сами могилевчане, да? Естественно, и очень любим свой город. Лишь бы только школьники наши хорошо учились и получали хорошие отметки в наших дневниках. Нам будет очень приятно. Могилевчане хорошо знают эти места, любят их и ценят. Хорошее наглядное пособие появилось теперь и для школьников. Оно весь учебный год будет напоминать о родном городе. А если кто-то еще недосконально изучил все достопримечательности, обложка поможет. Честно признайся, в школу хочется? Нет. Нет? Еще в каникул побольше? Да, еще где-то месяц. А вот это что такое? Дневник. Полистай. Мы тебе даем возможность вспомнить и уже осознать ту мысль, что скоро в школу. Возле какого из этих объектов мы сейчас находимся? Возле звездочета площади. Здесь еще театр, который там. Драматический театр? Это я не знаю, что... А музей, который ты не знал, это художественный музей имени Павла Масленника. Да, он вот здесь, да. Ну и вот это, пожалуйста, что это? Наши ратуши. Звездочет. Звездочет. Дальше. Это театр. Правильно. Вот это я даже не знаю. А это художественный музей Масленников. Да, Масленников. Вот как ты оцениваешь дизайн такого дневника? Ну, хорошо. Как ты считаешь, ребятам это познавательно будет? Ну да. Дневники купили уже? Да. Какой у вас дневник? Такой же. Такой же дневник. Держи. Рассказывай, что на нем изображено? Ратуша. Изображен звездочет. Возле которого мы сейчас стоим, кстати, да? Да. И еще изображен драмтеатр. Я не знаю, что изображено еще. Девчонки, признавайте, в школу хочется? Нет. Нет. Не соскучились ни капельки? Нет. Совсем нет. А друзья школьные? Хотим увидеть друзей, да? Если на дневниках существуют вот такие вот знаки, как достопримечательность, я считаю, что это полезно любому ребенку и даже взрослому, чтобы напомнить. А вот вы помните, что было на вашем дневнике? И какой он был? На моем дневнике ничего не было. Была простая обложка. Ну, соответственно, с анкетой всего лишь больше ничего. То есть без изображения? Без изображения. Ой, сколько лет назад. Тогда не было такого красочного ничего. Новый учебный год вот-вот наступит. Могилевские школьники ровно через неделю сядут за парты. Вот с такими дневниками. Поэтому остается лишь пожелать, чтобы в них оказывалось как можно больше хороших отметок. Многие слышали о профессии кинолога, однако не все четко представляют обязанности этого специалиста. Как правило, все знания сводятся к тому, что кинолог занимается дрессировкой с табак. Однако сегодня профессия получила более широкие направления деятельности. Александра Беньковская в профессии 10 лет. Начинала с дрессировки собак на гражданке. Сейчас работает инструктором-кинологом в войсковой части 67-13. На контракте я 3 года. С собаком, как я уже говорила, я занимаюсь с детства. Поэтому контакт с собаками найти просто. Ну, в принципе, я свою работу люблю. А это Гермес, постоянный напарник и настоящий друг Александры. Она его второй хозяин. Поначалу было трудно, пару месяцев привыкали друг к другу. Гермес вообще парень непростой, внешне дружелюбный, но с характером. За таким, как говорится, как за каменной стеной. Вообще, с греческого языка кинология переводится как наука о собаках. И те, кто считает, что постигнуть азы этого ремесла легко и просто, глубоко заблуждаются. Кто вступает на этот путь, выбирая кинологию своей профессии, должен понимать, что для успешной работы необходимо обладать большим зарядом энергии и в то же время быть рассудительным и предельно спокойным. А также нести огромную ответственность. Человек должен быть уверен в себе, чтобы собака уважала и слушала его. Самое важное – нужно любить и понимать животных. Тогда результат не заставит себя ждать. Кинолог должен обязательно это хотеть. Ни одного человека, специалиста кинолога, которого заставили и поставили на должность, я долгое время на этой должности не видел. Люди понимают, что это немножко не его, это тяжело, это нужно быть постоянно самоорганизованным. Никто не может себе позволить какие-то лишние движения при проведении тех же занятий. Поэтому, в принципе, ну и преданность. Преданность профессии, преданность своим интересам. Получить профессию непросто, есть несколько путей. Первый – служить в армии. Накинолога обучают в пограничных войсках, в внутренних войсках и в милиции. Второй – закончить специальные курсы, но придется ехать в столицу. Наличие формального образования, как правило, не требуется. Однако диплом о среднеспециальном или высшем образовании может дать дополнительные шансы для карьерного роста. То же самое общий курс. Ну, кажется, что это все так легко. На самом деле, это долгий труд. Время убивается. Собака не робот. Она не может работать всегда. То есть, точно так же, как человек по настроению. То есть, она хочет работать – она будет работать. Не хочет работать – она работать не будет. Она будет идти в отказ. И не забываем про хорошее настроение. Собака не хуже хорошего психолога может читать эмоции напарника. Понимает и чувствует его настроение. И от инструктора ждет взаимности. Поэтому ситуация, когда якобы умелое использование кнута экономит пряники, здесь не работает. Если у кинолога нет настроения, к собаке лучше не подходить, потому что это все отражается на ней. Собака идет в отказку. Нужно искать какие-то подходы, лакомства, игра, завлекать как-то собаку и добиваться поставленной цели. То есть, если вы хотите добиться какой-то команды, и она идет в отказку, нужно сделать так, чтобы она ее хотя бы сделала раз и на этом закончилась. Сегодня кинологические службы созданы в правоохранительных органах, в пограничном и таможенном ведомствах, в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Служебные собаки помогают человеку, спасают, задерживают, разлискивают и ежедневно доказывают, что не зря едят свой корм. Когда жизнь человека висит на волоске, многое решает не только секунды оказания медицинской помощи, но и незримо присутствующие люди. Те, кто сдал свою кровь для переливания, и чье имя никогда не узнают. Ни врачи, ни пациент. В Могилёве за 7 месяцев этого года донорами крови стали около 6 тысяч человек. Примерно десятая часть сдали кровь и плазму впервые. Часто ли вы сдаёте кровь? Уже четвёртый раз сдаю. Как бы первый раз плохо себя чувствовала. Сейчас уже нормально, организм привыкает. Вот и специалисты утверждают, что делиться кровью даже полезно для здоровья. Да и чтобы сдать кровь, нужно быть абсолютно здоровым человеком, без хронических и инфекционных заболеваний. В списке противопоказаний – сахарный диабет и туберкулёз, гепатиты, болезни нервной системы и даже слепота. Острые респираторные заболевания, ангина. После них дача крови противопоказана через 2 недели, при некоторых через 30 дней. Это могут быть хронические заболевания. Нельзя сдавать кровь, если у человека имеется язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, хронические заболевания почек, заболевания сердца, пороки врождённые. Если вы прилетели из Гвинеи или Конго, отдыхали в Перу или на Гаити, посещали Индию или Непал, стать донором тоже не получится около полугода. Экзотические страны, да, конечно, после них выдерживается карантинный срок. Но вот что касается нашей страны, конечно, а такое противопоказание, сейчас очень популярен пирсинг. Так вот, после того, как его делают, в течение года донорам быть нельзя. Сдачу крови стоит отложить минимум на полгода, если вы делали татуировку и если вдруг попадали под муж хирурга. Пришли сдать кровь – встаньте на весы. Если они покажут цифру менее 55 килограммов, то вас отправят поправляться. Какие процедуры проходили перед сдачей крови? Сдавала анализы, прошла предварительно у врача осмотр.